Всем привет, с вами Ольга, и сегодня мы снова коснемся темы фронтальной перспективы. Я уже записывала несколько видео на эту тему, но поистине перспектива всем настолько интересная, тема эта неисчерпаема, что сегодня я вам покажу еще один замечательный способ ее построить. Итак, этот способ исходит от того, что мы уже знаем, какие габариты у нашей комнаты, у нашего интерьера. То есть, предположим, она у нас 3 метра по высоте, 1, 2, 3 и 4 метра по ширине, 1, 2, 3, 4. Человечек у нас будет стоять на высоте 1,50 метра. Вот это линия горизонта, это очень важное понятие в перспективе. И у нас будет точка схода, точка А. И мы из всех четырех углов проводим линию в точку А. И затем строим нашу фронтальную стенку. То есть расстояние до этой фронтальной стеночки от границ картинной плоскости может быть любым, каким вы хотите. Здесь это не принципиально. То есть, например, у вас много мебели стоит в сцене, вам нужно максимально подробно ее показать, отобразить. Поэтому побольше желательно места здесь оставлять. И что мы делаем? Мы находим нашу точку замера. Как я уже говорила в предыдущих видео, точка замера – это самое главное понятие во фронтальной перспективе, которое поможет нам поделить на метры нашу комнату по полу. И вот мы проводим линию из четвертого метра и через нижний левый угол нашей фронтальной стены. И находим на линии горизонта точку замера. Затем мы проводим линии из всех остальных метровых засечек. И что мы находим? Вот мы находим точки пересечения линии пола нашими только что проведенными линиями в точку B. Затем проводим горизонтали. То есть, вот вы видите, нам остается только провести линии еще в точку A, чтобы получить такую метровую сетку на полу. Также, в принципе, можно было бы из всех вот этих точечек не тянуть линию, а посмотреть, где у нас точку точки, точнее линии в точку A пересекают вот эту вот самую начальную линию из четвертого метра в точку B. И вы увидите, что действительно совпадают вот эти вот линии по этим точкам. Так что смотрите, как вам удобнее, как вам самим хочется. Затем мы сейчас посмотрим, какие можно интересные эффекты делать именно по метрам, по раскладке метров на уровне пола. Смотрите, например, я хочу отложить здесь не 4 метра, а 5 метров. Первый способ это какой? Это отложить вот сюда пятый метр в нашем масштабе. То есть, мы здесь задали какой-то условный масштаб. Здесь у нас 1 метр равен 4 сантиметрам у меня получилось. И опять же, из 5 метра через нижнюю левую точку фронтальной стеночки мы проводим линию и находим новую точку замера, новую точку B, B2. Помечу бирюзовым. И что происходит? Опять же, смотрите, у нас линии уже есть из всех наших метров. Из 1, 2, 3, 4. И все, что нам остается сделать, это посмотреть, где эти линии пересекают нашу новую линию в точку B2. Вот они где. Соответственно, у нас получается новая разметровка. Так, кажется, я где-то что-то... А, вот его. Третий, четвертый и вот он, пятый. То есть, первый, второй, третий, четвертый, пятый метр. Вот такой способ. Затем, есть еще один вариант нахождения разбивки вот этой линии пола на 5 метров. В первом случае мы откладывали дополнительный пятый метр. А сейчас, смотрите, интересно, мы будем вот этот наш отрезок делить не на 4, а на 5 метров. И сейчас вы увидите, что у нас получится. То есть, вот у нас новая линейка. Это такие эксперименты с фронтальной перспективой. Можете делать все, что хочется просто. И все то же самое. Вот у нас остается та самая первая точечка B. И затем мы снова в точку A проводим линии из всех наших новых засечек. Я специально делаю таким более ярким цветом, чтобы вам лучше было все это видно. И вот проводим линии горизонтальные через все те точки, где у нас пересекаются две линии. Главное, вам не запутаться сейчас здесь. И вот у нас появляется новая разбивка на метры. То есть, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Я думаю, оно было очень полезным для вас. Вы открыли для себя много нового. То есть, смотрите, именно вот таким способом вы можете делить метры на любое количество отрезков. То есть, например, несмотря на то, что у нас здесь изначально 4 метра было заложено, вы можете разделить, как вот я сейчас, на 5. Вы также можете этот отрезок разделить на 6 равных частей, на 7 равных частей. То есть, по сути, вы сюда можете врисовать любое количество метров, которое вам нужно. Итак, дорогие мои зрители, если вам понравилось, пожалуйста, ставьте мне лайк. Мне будет очень приятно. Пишите мне комментарии, отзывы, насколько вам понравилось. И желаю вам замечательной практики, фронтальной перспективы. И увидимся уже совсем скоро. Пока-пока! Продолжение следует...